Дарк Солс Начнем, пожалуй, с угля. Теперь вы, будучи в угольном состоянии, можете использовать уголь непосредственно и лечиться с помощью него. Не будем долго размусоливать по поводу того, что все это должно быть починено, пофикшено. И начнем сразу о том, как это делается. Все это работает точно так же, как и работало с зачарованием и вторжением, только в данный момент вы используете уголь. Ставите уголь в слот использования, кастуете заклинание с помощью колокольчика, требующего для использования параметра веры. И сразу же после того, как прокастовываете колокольчик, используйте любой предмет в слоте использования. Будь то эстус, будь то цветочки, будь то камушки, что хотите. Используйте уголь, проигрываете параллельно анимацию того, что он не может быть использован. Извините в колокольчик, используя при этом заклинание. И используйте любой предмет, будь то эстус любых видов, цветочек, камушек, ножи, туалетные ароматизаторы, не важно. Теперь ваше угольное состояние может быть продлено. Задницы еще не пылают? Если вы все еще на этом видеоролике, то сейчас вы, наверное, ждете самую смаковую порцию контента в лицо. И правильно, потому что сейчас мы поговорим об эстусе на арене. О, да чего ты докатился? Пьешь эстус на арене? Где же этикет? Да. Увы, простите, ребята, но у меня ломка. Я хочу ворвать зарубежный контент и делать вид, что это мой. Но я не настолько чмошный, поэтому ссылка на первоисточник, из которого вся эта информация была получена, будет под видео. Заходите на арену, выбираете режим 1 на 1 в несколько матчей и ищите своего соперника. Как только матч был найден, вы используете всеми обожаемый знак тьмы. Используете его и проигрываете анимацию того, как знак тьмы не может быть использован. Сразу после того, как табличка показала вам тот факт, что матч начинается и оба бойца готовы для сражения, вы прокастовываете заклинание на лечение, в нашем случае самый быстрый вариант это помощь в лечении, потому что он кастуется мизерное количество времени. И выпиваете эстус. Пепельный или обычный. Все абсолютно точно так же, как и при вторжении на боссфайт. Только для данной махинации кавенант мародеров не нужен. Забейте, я сейчас ничего о кавенанте мародеров не говорил. Итак, повторяюсь. Проигрываете анимацию знака тьмы, дождаетесь уведомления о том, что противник был найден, используете заклинание с помощью колокольчика, требующее для его использования параметр веры, и сразу же выпиваете эстус или используете какой-либо другой предмет. Все, теперь вы на арене и у вас обычное количество эстусов. Дело в том, что мне не раз пытались доказать тот факт, что Dark Souls 3 самая худшая серия в трилогии, и я никак не мог с этим согласиться, потому что мне она оказалась как раз-таки лучшей. Но знаете, после вот этих вот всех гличей, которые всплывают и не фиксятся уже долгое время, ну, не очень долгое время, но приличное время, эти теплые ощущения потихонечку начинают... А ладно, вру я все. На самом деле мне все прекрасно нравится, я вообще не фетишист на PvP, и суть Dark Souls для меня всегда была... Сейчас будет смешно сказать в PvE, но нет. Суть Dark Souls для меня всегда была в его сюжетной составляющей, в лоре и подобных вещах. Сейчас я с чистой совестью отмазался перед вами, и если было полезен, то прошу поставить этому видеоролику лайк, и если прям вообще помогло по жизни стать успешным, можете подписаться. У микрофона был Over9KP1000, пожалуйста, не пишите о том, что использование подобных гличей в PvP, это как минимум нечестно. Мы все прекрасно об этом знаем, но все же мы в голубине души любим поэкспериментировать. Я надеюсь, эти гличи скоро закончатся, чуваки, а то я уже устал делать контент, основанный на чужом свапе предметов. Услышимся.